С приветственным словом к участникам регионального этапа 31-х Международных Рождественских Образовательных Чтений обращается Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Рудольфович Мороков Слышишь солдат, видишь солдат Люди пугаются взрывов Тысячи глаз в небо глядят Солнечный круг Пусть всегда будет солнце Здравствуйте всем Вы знаете, сегодня мы говорим о глобальных вызовах А вот то, что происходит там, да, это глобальный вызов Но это глобальная трагедия Мы это с вами увидели Особенно она глобальна в глазах и в сердцах наших детей И в общем, какой бы ни была глобальной проблема Какой бы глобальной ни была трагедия Мы ее воспринимаем лично Вот еще раз повторяю Вот сегодня вот он так видит то, что происходит рядом Но при этом мечтает быть Рональдо И вот я сейчас бы хотел выразить свое личное отношение К тому, что происходит И начну вот с чего У меня есть любимая книга Антуана де Сент-Экзюпери Маленький принц Книга, в которой, ну вот есть, на мой взгляд, все ответы на все детские вопросы Но сегодня я пришел с другой книгой Вот она у меня здесь Совсем недавно я ее вдруг снял с полки И с интересом, наверное, с каким-то внутренним трепетом прочитал Кто не видит? Тимура и его команда Кто читал? Поднимите руки Кто знает эту историю? И вот давайте мы, мысленно вернемся на страницы этого произведения Аркадия Петровича Гайдара И мы увидим с вами те аналогии Еще в то время Наши деды боролись с фашизмом Они сейчас борются с фашизмом Если мы вернемся с вами в то время Мы вспомним, как дети помогали людям переживать все тяготы и лишения Помните эти маленькие красные звездочки на воротах? А еще страшнее, когда эта маленькая красная звездочка опоясана черной лентой Вот, наверное, вот это самое главное И то, что происходит сегодня в наших муниципалитетах, в наших городах, деревнях Вот, то же самое Я бы хотел сказать огромное спасибо тем ребятам Которые вот так же, как Тимур с его командой Включились в эту сложную и непростую работу Честное слово, спасибо ребятам Но это борьба с вызовами внешними Большим вызовом внешним А еще есть тема, которую хотел бы я так же с вами обсудить Это вызовы внутренние Опять же вернемся на страницы этой книги И вспомним с вами, да? Противостояние двух подростковых групп Да? Тимур со своей командой И напротив, кто? Мишка Квакин И вроде бы простая заваруха между двумя пацанами с их приспешниками А ведь если поглубже посмотреть То это вообще-то очень такое глубинное отношение к тому, что происходит у меня в стране С одной стороны Тимур и его команда Которые всеми силами помогают людям, попавшим в беду, которым трудно И Мишка Квакин Который просто их грабит И вы знаете, если проводить аналогии с сегодняшним днем Этот вызов тоже актуален У нас сегодня Вот тех активных ребят, которые помогают И бросаются во все дела Процентов 20 А процентов 80 Это те, кто Не совершают правонарушений Ну такое вот Амебное состояние Давайте вернемся чуть-чуть назад В нашем времени Протестные акции Вот именно за счет этих ребят У нас сегодня и происходили те, в общем, самые непростые события Что же мы уж с вами можем противопоставить Говоря о вызове внешнем Согласен со всеми, кто выступал до меня Только единение Только совместное Вот решение всех этих вопросов Всем вместе Только это Вызов внутренний Мне кажется Очень четкий и понятный ответ На это дал наш президент Когда в июле месяце Подписал закон о создании Движения Российского движения Детей и молодежи Мне кажется Это тот самый главный механизм Тот самый Главный инструмент Который нам позволит Расшевелить вот эту массу Подростков И направить их деятельность В нужное, доброе русло Ну и последнее Все-таки Куда без маленького принца Важны не слова А важны дела Мы с вами их делаем И все, кто сегодня собрались в зале Имеют к этому непосредственное отношение И у нас с вами Все получится По-другому просто нельзя Не должно не получиться Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok